Всем привет! У нас сегодня будет история от подписчицы. Я сейчас зачитаю письмо, отвечу на ее вопросы, которые там есть, что вы думаете по этому, как можете откомментировать, пишите под видео обязательно. Если вам нравится такой формат видео, ставьте лайк, пишите комментарии и распространяйте видео, делитесь им со своими родственниками, знакомым, подругам, отправляйте ссылку, шерьте его. Это очень помогает просмотру, поднятию, а мне стимул снимать новые видео. Давайте приступим. Здравствуйте, Галина. Случайно наткнулась на ваш канал около месяца назад, успела пересмотреть очень много видео. Нравится, что вы говорите все как есть, и в этом чувствуется искренность. Спасибо за ваше видео. Пожалуйста. Моя история отношения с турком. Мне тогда было 22 года, а ему 30. Жила я в Турции два года и познакомилась с парнем в интернете. Он мне понравился тем, что не вел себя, как будто бы одержим девушками, как некоторые турецкие мужчины. Он проявлял мало интереса к женскому полу. Постоянно говорю, что важнее то, что внутри, а не снаружи. Но оказалось, что это больше почва для того, чтобы меня потом попрекать тем, что я какой-то нехороший человек, когда ему не нравилось то, что я делаю. Самое обидное, что я на первом же свидании поняла, что человек мне не подходит. Но он очень понравился внешне, и до встречи переписывались мы с ним два месяца. Я успела привыкнуть и думала, ну вот, наверное, немножко хотя бы повстречаюсь, и мы тогда расстанемся. Сразу, знаете, остановлюсь, тревожный звоночек, вот он. Обращаем всегда, счастливый человек кто? Тот, кто живет по своим желаниям. Так вот, когда у нас встречается человек, которого мы, ну скажем так, отталкивает, не нравится, но он навязывается, хочет встречаться, берет нахрапом, давит, оказывает давление, что-то подобное происходит, и мы чутко ощущаем, что я этого не хочу, мне это не нравится, когда ко мне так относитесь, что-то вот настораживает. Обязательно, вот первое, чтобы, такое называемое, да, рекомендация, чтобы не вступать в проблемные, нездоровые отношения, вы можете не пропускать важных сигналов и звоночков. Смотрите на свое желание. Если вам неприятность, что-то не нравится, обращайте на это внимание. Когда мы, скажем так, проходим мимо этих сигналов, мы делаем это, на самом деле, неосознанно, но понимаем. Если мы будем обращать на это внимание, возникают страхи различные. Я останусь одна, а мне хочется быть с кем-то и так далее. То есть наши страхи, на тот момент, который нами управляют, берут верх над здравым смыслом, если так можно сказать, да, над какой-то логикой, над чувством самосохранения, над вот этими тревогами, на которые бы надо обратить внимание, когда нам психика и наше тело символизируют и сигнализируют внимание, внимание, обрати внимание, attention, да, что-то здесь не в порядке, возможно, человек тебе не подходит. Мы пропускаем. То есть мы хотим залезть в эту проблемку, нас туда тянет, нам это интересно. Встречались мы год, ссорились на протяжении всего этого времени. Он жил в двух часах езды от меня, но при этом виделся со мной раз в месяц. У него тогда болела мама. И когда я говорила, что странно, раз в месяц видеться, он говорил, у меня сердца нет, я плохая, потому что ему нужно за матерью присматривать. Болезнь мамы действительно, это правда, но когда ему хотелось съездить в отпуск или сходить на футбол, его болезнь, естественно, мамы не останавливала. То есть да, мы тут на девушку не нападаем и видим четко не то, что ее хотелка, она такая бессовестная, там, про маму, но ей прикрывался больше болезнью матери. Когда у него есть, я тут отметим, его интересы, его желания, его хотелки, они удовлетворяются. Желания девушки игнорируются. Точно знаю, что не изменял, не такой он человек. Ему больше нравилось иметь вокруг себя бывших, которые хотят к нему вернуться, а он якобы такой недоступный весь. На протяжении всего года я ему звонила, писала бывшая с неизвестных номеров, это я видела. Другая бывшая поздравляла с днем рождения. Я не особо ревнивый человек, поэтому я просто думала, ну окей, пусть тешит свое эго. Сначала я не понимала, почему они звонят, зачем все это вообще делается, а потом поняла, что он умеет выворачивать все так и опускать самооценку таким образом, что девушка после расставания с ним, ей кажется, что он был лучшим в ее жизни, самым классным и так далее. Ой, такая нарциссическая тема прям. То же самое он проделывал и со мной. Постоянно говорил мне, вот, если расстанешься со мной, увидишь, какие другие мужчины, увидишь, как они будут изменять направо и налево. Назад ко мне захочется, но будет уже поздно. Одну бывшую он довел, мне кажется, до такой-то одержимости. Она звонила каждый день на протяжении года, ревела, писала сообщение, стоишь ли он скажет, что она уйдет из универа и сделает все, что он захочет. На протяжении всего года у меня было ощущение, что он меня просто ненавидит. Он обижался на все, взрывался, повышал голоса, через пять минут все проходило. И вот он снова довольный мне говорил, ну что, опять недовольная? Улыбнись. Ой, манипуляции чистые. Классика жанра. Очень сложно в словах выразить все эти ситуации, ощущения, потому что может показаться, ну, недопонимание у всех бывает, что тут такого. Но он взрывался по любому поводу, не так посмотрела, не сразу поняла, как туда-то сделать, туда пойти. Получила доставку еды и не сказала ему. У меня вопрос, зачем вообще об этом оповещать. Сначала хотела посмотреть фильм, а потом захотела спать, и все это были для него проблемы. Он не то, чтобы орал на меня, а именно обижался. Ой, манипуляции, обидами. Человеку было 30 лет. Он вел себя, как будто у него только кризис трех лет наступил. Четко видите, в корень смотрите, где у него психотравмочка зарыта. И ему не нравилось, когда я была довольна и счастлива. Он возил нас в отпуск несколько раз, но каждый раз эта неделя казалась просто кошмаром. Давайте сразу здесь немножко отмечу, а зачем он видится чаще раз в месяц? Если у него неделя вместе кошмар, вы представьте, если вы чаще видитесь, вы просто быстрее расстались, вы бы его быстрее раскусили, и все как бы ему уже давно бы отворот-поворот был. Он терроризировал меня своими взрывами агрессии каждый день. Потом говорил, что я всем сама недовольна, и своим недовольным лицом порчу ему отдых. Ох, сам доведет, сам потом вас обвинит. Еще любил говорить, ну и ладно, оставайся, а я поехал. Ой, его так мама научила в детстве, да? Когда мы ребенка депривацией, преживанием контактов запугивают родителей. Так они управляют детьми, когда нельзя договориться. Нельзя, потому что родитель уже не может, да? Ребенок его не слушает. И родитель тогда пугает. Я тебя оставлю в магазине, оставайся, а я ушел и так далее. Пугают отсутствием родителя, тревожностью повышенной небезопасностью. Ребенок бежит за родителями и плачет. И они потом мирятся. Мама его, например, жалеет и что-то такое. В следующий раз он боится потерять маму, и уже за ней чаще идет, да? Реагирует на маму. Соответственно, ну, депривацией его манипулировали в детстве. Я тогда не разбиралась в транспорте курортных городов, не говорила на турецком и понятия не имела, как куда добраться. И каждый раз у меня был такой диссонанс, потому что вот вроде человек позаботился, привез на отдых в дорогой отель. Но разве я должна быть недовольна? Но как можно быть счастливой, когда на тебя взрослый мужик каждые пять минут взрывается? Как-то обиделся из-за того, что я сказала, что буду работать один час, я работаю онлайн. А работала час и пять минут. О май гад. Я несколько раз с ним расстраивалась после его таких приколов. Но каждый раз он сначала просто писал, шутки шутил, был лучшей версией себя. И возвращаясь, а я обманываться рад, как говорится, любил также шантажировать меня в шутку. Но я прекрасно понимала, что он это делает, чтобы запугать меня. Ну вот, пожалуйста, манипуляции из детства. Он научился у мамки так себя вести. Из-за всего этого у меня повысилась тревожность. Я без этого довольно тревожная. А с ним появились у меня даже панические атаки. Особенно последние полгода попала я под его полное влияние. Так как подруг у меня уже не осталось. Вон же всех распугал, правильно? Жила я одна, родителям не расскажешь, потому что у меня в семье не принято таким с родителями делиться. Родители у меня консервативных взглядов. И моих встречаний они бы вообще не поняли. И вот эти полгода он делал, что хотел, так как понял, что я в полной от него зависимости. Но не в плане финансов, а именно эмоциональной. Каждый раз, когда мы расставались, у меня реагировало все тело. Бешено билось сердце. Весь организм как будто бы пытался включиться. Ссоры были каждый раз, когда мы виделись, при том, что я уже на задних лапках за ним ходила. Было вот это глупое ощущение, что если все делать правильно, он не будет беситься. У меня не было сил даже ссориться. Естественно, это не работало. Каждый раз ссоры, потом игнор. Меня потом сам успокаивал. И опять, как ни в чем не бывало, делали все, что все в порядке. Короче, он очень злопамятный. Помнил все наши ссоры. Но, естественно, не считал себя в них виноватым. И когда пришло время продлевать ВНЖ, я была абсолютно вымотана. Не было сил, чтобы на улицу ходить. Из человека, которому было интересно все, я стала просто мышью, которая боится слово сказать, чтобы опять взрыв агрессии не встретить. И я понимала, что себя нужно отсюда вытаскивать как-то. Я сказала ему, что мне отказали в ВНЖ, и мне надо уехать домой. Он что-то якобы грустил, плакал, но я видела, что я уже абсолютно никакая. И ему уже неинтересно меня при себе держать и гнобить. Поэтому спокойно меня отпустил. И потом опять на что-то там обиделся, ждал, пока я опять буду пытаться выяснить, в чем дело. Я взяла, удалила его номер, чтобы не было возможности ее написать. Потому что я абсолютно тогда себе уже не доверяла. Полгода не было вообще никаких у меня эмоций. Было ощущение, что меня просто высушили. Потом я начала читать книги. Прочитала книгу «Не бьет, просто обижает». И была в шоке с того, что каждая ситуация с книгой подходила под нашу. Кое-как меня отпустило. Несколько месяцев назад я отправилась в путешествие по странам Азии. Наконец-то вернулось это желание жить. Оно появляется тут как тут. И он появился тут как тут. Начал слать какие-то видео с женщинами якобы. Вот, глянь, я здесь тоже время не зря теряю. Потом снова на что-то обиделся, видимо, осмотрел, буду ли я снова пытаться вернуть его расположение. Совершенно верно. Но у меня кроме «Ну окей», больше ничего я и не ёкнула. Я благодарна себе за то, что смогла хоть и поздно, но выбраться. Умничка. Очень молодец, психологически хорошо к себе относитесь, все правильно говорите. У меня такие вопросы. Буду очень благодарна, если ответите. Первое. Что с ним такое? Это нарцисс. Второе. Почему я на такое повелась и не смогла сразу уйти после первого красного флажка? И третье. Как сделать так, чтобы такое больше не повторяилось и над чем мне нужно поработать? Смотрите, первое. Что с ним? Это нарцисс. Да, нарциссический. Я думаю, что тут не диагноз, не нарциссический тип личности. Я думаю, что это ребенок, воспитанный в манипуляциях у нарциссического родителя. Он перенял очень много из манипуляций. Он применяет все. Тут детское чистое поведение, которое вы отметили. Это фиксация на времени психотравмы. Короче, вот вы четко. Вот это работает. Тревожность повышения и депривация на детей с трех и дошкольного возраста, примерно. До подросткового. До 11, до 12 лет. С трех до 12. Вот так с ним общались в семье. Это нарциссический родитель, который проверял любовь, не давал ее много. За любовь надо было бороться, надо было бояться и так далее. Поэтому он окружает себя девочками бывшими, которые ему клянутся в любви или готовы на все. Ему нужно подтверждение, что женщина его любит. Это то, чего он испытывал от мамы всегда, да, что его мама не любит. Он боялся потерять мамино расположение и любовь. Поэтому он вступает в такие нездоровые отношения очень часто. Или где девушка ему может быть недоступна, он ее добивается, потом гнобит. Ну, короче, такой процесс происходит. Так что я думаю, это не тип личности даже, а манипулятор с нарциссическими некими привычками и научениями, которые он взял от своей семьи, своим опытом, по-другому, не мог выжить рядом с родителем. Это конкретное, скорее всего, ПТСР после нарциссического поведения родителей, когда ты повторяешь их и не можешь по-другому. Но чем это хорошо, если человек захочет, он может это в себе изменить, если он захочет. Но я, насколько вижу, ему приятно, ему кайфово, менять ничего не собирается. Второй вопрос, да, почему я на такое повелась и не смогла сразу идти после первого красного флажка? Я на этом останавливалась, да, и акцентировала свое внимание. У вас есть небольшая такая, скажем так, проблема отказывать людям. Я не скажу, что это прям проблема, но вы можете подслеживать, говорить нет, или жить по своим желаниям, скорее всего. Вот вы не услышали свое желание. Это к третьему вашему вопросу тоже относится. Вы проигнорировали свои ощущения. Вы не осознанно живете, а по инерции, по установкам, по привычкам. Возможно, вас учили не говорить нет, не слышать своих желаний. И вы это сделали на автоматизме. Вы очень быстро попали под чар. Я не скажу, что вы супер-мега уязвимая, заинтересованная во внимании, требовательная во внимании к себе и готовы хоть на что нет. Он просто был идеальной версией себя. Он, конечно же, как нарцисс давал вам сначала все это. И вы попали еще в такую ситуацию, язык хорошо не знаю, в новом месте. Понимаете, вы были в уязвимом положении на тот момент. Ваша психика не защищена, не на твердой позиции, как у себя бы дома, там на родине, родители рядом, вот это вот все. И 20 лет тоже, знаете, опыта не супер много, правильно? То есть, и нарциссы, по сути, они так и ищут, и манипуляторы, когда человек неустойчив, чтобы вот, и они подкрадываются в такой момент, когда ты можешь дать слабину, потому что если ты в обороне, если ты хорошо себя чувствуешь морально, у тебя все в порядке, ты не в слабом, не в уязвимом положении, то ты, скорее всего, не поведешься на это или быстрее скажешь нет, быстрее услышишь свои желания. Подобран был правильно. Мобильная ситуация, они таких вычисляют из толпы, ему нужны такие раненые. Знаете почему? Он же любит потом оставлять за собой шлейф, как дорогой парфюм, да, когда стешит свое эго, а девчонки потом за ним носятся, упиваются, убиваются и названивают. Какая девочка это будет делать? Конечно же, слабая, которая в нем видит свет в оконце. Вы не совсем под это подходите, но в тот момент вы были слабы где-то, и вам это внимание было, ну, где-то приятно. Хотя вы проигнорировали вот к третьему вопросу, как сделать так, чтобы такое больше не повторялось? Над чем нужно поработать? Над вашими желаниями. Больше старайтесь, учитесь, слышать ваши желания. Возможно, ваши желания задавлены родителями консервативными, да, которые говорят, как надо. Есть определенные правила, каноны, там надо выучиться, замуж рано не выходи, ну, всякое такое. Это просто первое, чем в голову, да, приходит. Короче, больше делайте то, как вам хочется, как нравится, слышите свои желания. Самый простой тренинг для этого, с чего мы вообще начинаем поиск своих желаний. Что бы вы ни делали, любой глагол вообще в вашей повседневности, я встала, я ем, я голодна, я там, не знаю, еще что-то делаю, это все желания. Любое ваше действие, реакция в виде активности вашего тела, это всегда провоцируется вашим желанием. Я хочу есть, я голодна, тогда я ем. Я хочу встать, там, я не знаю, почистить зубы, я хочу умыться, я хочу пойти на работу, не хочу. Короче, у вас все про желание на самом деле, но вы живете по инерции. Поэтому я вам такой тренинг, да, и вы всегда перед тем, как что-то делать, задавайте вопрос, а я сейчас этого действительно хочу или мне это надо сделать? Если ответ я хочу реально, берем и делаем. Если надо, там мы уже разбираемся. Для кого, для чего мне это надо, почему, если у меня шанс этого не делать сейчас и как-то переформулировать и сделать тогда, когда я, например, захочу. А если я никогда этого не захотела делать, например, не хочу идти на эту работу, сейчас она меня бесит, меня от нее трясет, тошнит, меня вообще раздражение. Так это не то, что вы такого психолога послушаешь, можно вообще не работать, ничего не делать, с голоду помирать, зубы на пол уложить. Да, надо делать то, что... Нет, это установки, ваши страхи выходить за рамки комфорта зона, делать то, что вам страшно жить по своим желаниям. Это оправдание, да? Нет, это сигнал, что вам ваша работа очень не мила, надо что-то менять, и надо как-то с собой договариваться, надо искать с собой компромисс. Компромисс-то не есть, собственно, даже хорошо, но в любом случае это вам сигнал, ваша есть кларастный флажок в вашей психике, там, Таня, Лена, Оля, в твоей жизни что-то происходит не так. И вот эта работа, я понимаю, что может быть рядом нет другой работы, но давай чуть-чуть, может, другое поищем, вообще что-то покопаем, что ты хочешь? Это и есть те сигналы, которые вас приводят к осознанности, осознанно жить, осознанно потреблять, осознанно существовать. Что такое осознанно или осознанность? Когда я знаю, чего я хочу, если я осознанно предпринимаю действия и живу осознанно, осознанно осознавая мой мозг, мои желания, моё тело, психосоматика, о чём девочка говорила в письме, когда её тело было против, она себя плохо чувствовала физически рядом с этим человеком, выжимали её нарциссически, то осознанно – это когда всё у нас в коннекте. Я знаю, что я хочу, я знаю, куда я иду, к чему, какие у меня есть планы, цели, и я себя комфортно в этом чувствую. Это осознанность. Кстати, я подумала, я, наверное, хочу всё-таки лекторизит, записать на тему осознанности 4 лекции. Если вам эта тема заходит интересная, напишите в комментариях или другие какие-то темы, которые бы вам было интересно, на лектории запустите. Я думаю, сделать лекторию на тему осознанности, поучиться этому, вот этим азамам, это очень полезно, особенно в нашей социальной жизни, в которой мы сейчас живём, для нашей жизни, общества, темпа жизни. Это очень полезно. Короче говоря, я вас призываю к осознанности, слышать свои желания, себя, делать так, как вы хотите. Трудно? Учитесь, идите к этому. Всё, ничего невозможно на самом деле нет. Научиться жить по своим желаниям легко. Вот такие комментарии на эту тему. В инфобоксе под видео моя почта. Кто хочет как и анонимно пишите вашу историю, тема письма, письмо от анонима, я зачитаю, отвечу вам вариантом вот так анонимно на YouTube-канале видео. Если вы хотите индивидуальной работы, консультации психологической, то пишите на ту же почту, тема письма, консультация. Спасибо за ваше внимание. До новых встреч в следующих видео. Всем пока.